так добрый день хочу показать вам видео вы нужен наверно догадались уже лопнутая плитка то есть хозяйка попросила поменять плитку вот если видно вот она ложилась на растворе не на клее принципе это было давно уже вот с той стороны что-то сверлили и выпала плитка то есть у нее вот остался такой вот плиточка такая точно будем сейчас менять плитку так что нам понадобится сама плиточка наждачка маркер под цвет затирки и нож значит смотрите у меня нож сапожный вот первым делом мы что делаем затирку ножом вырезаем вот для чего это делается чтобы не выпала рядом стоящая плитка вот мы будем прорезать как можно глубже если вы видите здесь ложил мастер плитку практически зазора нет очень маленький зазор вот и будем отколупывать вот эту плиточку то есть возможно понадобится вам маленький молоточек чтобы вот это вот все можно взять зубило маленькое зубильце и вот это вот все зубильцем поддевать но опять же особенность что надо обязательно обязательно вот эту вот затирочку убрать иначе когда вы будете выламывать плитку у вас будут отколы а здесь это очень актуально потому что черная плитка и и сразу скол будет виден потому что глина у нас намного светлее ну что попробуем так выбили мы плиточку аккуратненько подчищаем еще вот эти вот все дела что мы не смогли ножом прорезать изначально то есть подготавливаем чтобы максимально максимально влезла что можно положить это сантиметр песчано-цементного раствора иначе у вас со временем она просто вывалится подчищаю видите как она вроде подчищаем берем плитку нашу которая голову хозяйки и представляем идеально идеально она становится то есть практически практически идеально так чтобы у нас не было проблем еще вот эту поверхность мы песочек немножечко счищаем ножом чтобы она более гладкая была потому что все равно все равно песок дает какой-то зазор вот плюс клей же нам нужен вот так вот берем клей и накладываем на плитку намного не надо накладывать то есть достаточно поставить четыре точки какие-то чтобы у нас все хорошо приклеилось если есть желание конечно можете можете наложить больше так вот так мы наложили смотрите видите полосы на плиточке то есть у нас здесь тоже есть эти полосы желательно чтобы она как предыдущая плиточка стояла так и и это стояла плиточка четко вот все все вот мы ее приклеили то есть пока она будет сохнуть мы возьмем зубную пасту есть у нас такая зубная паста колгейт вот мы будем использовать как затирку берем и затираем все швы не обязательно дорогую брать просто под рукой получается нет более дешевых зубных паст для чего был маркер мы эту затирку то есть нашу зубную пасту будем подкрашивать маркер потому что покупать 2 килограмма затирки или килограмм в этих всех расфасовках но смысла нет для одной хорошо если у вас осталось это все это затирка но если я например данный момент про советскую плитку рассказываю вряд ли туда вообще была затирка если была то вряд ли она осталась этой плитке уже лет 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 видите как она затирается сейчас подсохнет и будем подкрашивать значит вот 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 вот